Снять художественный фильм можно и в Забайкале. Это в очередной раз доказали члены киностудии «Ункосфильм» из города Краснокаменска. Сегодня ведутся съемки очередного вестерна «Тайник красных камней». Репортаж на Тиэсхиладзе. Каждый раз по команде «Дзо», что означает начать приступить к действию, начинается съемочный процесс. Полагаясь лишь на собственные средства, преодолевая преграды, работа над фильмом «Тайник красных камней» идет вперед. Не хватает, конечно, технического оснащения. Практически мы все на коленях снимаем. Все на примитивных, как говорится, штативах, с рук. И оптика тоже. У нас эта техническая сторона очень сдерживает. Фильм «Тайник красных камней», состоящий из двух частей, является предысторией созданной ранее картины Угэ Дэчи. Это самый крупный проект киностудии «Ункосфильм», состоящий из шести серий. Фильм Угэ Дэчи рассказывает о будущем Забайкальского края, приключения бродяги, который находит умирающего шамана в степи. Он передает главному герою амулет и нарекает его именем Угэ Дэчи, что означает «заклинатель дождя». Жажда легкой наживы заставляет героя выдать себя за шамана. Сюжет фильма закручивается таким образом, что плут и шарлатан становятся настоящим героем, вставшим на защиту фермеров. Казалось бы, откуда взяться на Забайкальской земле ковбоем? Но съемочная группа доказывает обратное. Ведь жанр фильма – вестерн. История рассказывает о авантюристах, которые волей судьбы свела судьба. Это вот Малгай, персонаж, полковник, который играет электронников, и искательство приключения – девушка Саяна. Вот эти троицы объединяются, чтобы искать таинственный тайник, в котором по легенде, значит, ходит среди легенды, что в этом тайнике наиболее ценная вещь для выживания в будущем. Актеры фильма не являются профессионалами. Это любители кино, для которых съемки фильма являются увлечением. У каждого из них есть своя жизнь, постоянное место работы – семья. Но актеры все же находят время для съемок. Образ моего героя – потерявший себя, наверное, по жизни человек, в глубине трагедии приспосаблющийся к тем новым условиям жизни. Одинокий человек, волей судеб, переплетающийся, наверное, с другими людьми, но, наверное, так себя и не нашедший. Фильм «Угэдэчи» уже стал лауреатом трех кинофестивалей. Скоро придет очередь новой кинокартины завоевывать награды. Работа над художественным фильмом «Тайник красных камней» будет закончена в следующем году. Главная цель съемочной группы – стать участниками пятого Забайкальского международного кинофестиваля и завоевать победу. На Тиесхеладзе, Александр Смирнов, Вести, Чита.